Первая книга Паралипоминон, глава 16, 10-18 стих. «Сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Авраму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам я землю хананскую в наследственный удел вам». Итак, суть этого отрывка сводится к тому, что вхождение в наследственный удел в предмете хананской земли – это то, что Бог завещал Авраму, то, в чем Бог клялся Исааку, то, что Бог поставил Иакову в закон и, наконец, то, что Бог поставил Израилю в завет вечный. Вхождение в наследственный удел – это вхождение из сферы проклятия нищеты, болезни и вхождение в сферу благословения, то есть в сферу исцеления от нищеты и болезни. Однако первая часть данного отрывка является условием, выполнив которое человек может войти в завещание Аврама, которое Бог завещал Авраму. И выражаются эти условия в следующем. Во-первых, хвалиться святым именем Господа. Следует обратить внимание на свою внутреннюю суть. Хвалиться – это значит на что-то полагаться, на что-то надеяться. Обычно мы хвалимся тем, на что мы надеемся или то, чего мы достигли. На этот человек уповает, от этого у него чувство достоинства возникает, самооценка. Наша самооценка должна возникать от того, что мы полагаемся на Господа, что Он наш Отец, что Он сотворил небо и землю и приготовил нам город и завещал нам Царство. И поэтому хвалиться Его именем, чтобы это вышло на первое место. Только тогда у нас появится возможность или у Бога возможность выполнить для нас свое обетование. Далее написано «веселиться своим сердцем в поисках Бога». То есть искать Бога и искать Его в радости, веселиться, находить чувство удовлетворенности и радости от того, что ты ищешь Бога. Взыскать Господа и силы Его, потому что сила Бога и сила человека, и сила этого мира – это совершенно различные по своему источнику и роду силы, которые противопоставляются, враждуют, противоборствуют между собою. Искать непрестанно лица Его. То есть искать непрестанно лица – это обладать правом входить в Его присутствие, чтобы иметь с Ним общение. Поминать чудеса Его, которые Он сотворил. То есть вспоминать в своих исповеданиях и молитвах и провозглашать. Потому что для Бога то, что Он сотворил кажущиеся чудеса, которые находятся тысячелетия назад, для Него они продолжают существовать так, как будто они творятся прямо сейчас. И поэтому так же и для нас они должны вдруг ожить по-особому. Поминать знамения Его. Потому что, согласно знамениям, человек может выстраивать свой путь во времени. Поминать суды уст Его. Потому что Божье Слово дает четкое и правильное определение всем вещам и предметам в этом мире. Далее, при выполнении этих условий следует поставить себя в зависимость от начальника хора. Потому что это практически псалом Давида, который впервые был передан им, не управлял он этим хором. Обычно он сам управлял хором, сам был солистом, его сам композитором, сам регентом. Но здесь он передал начальнику хора. Этот отрывок взят практически из первой песни Давида, которую он составил и на которую наложил мелодию, но по откровению Бога исполнил ее не сам, а передал ее для исполнения хором под начальство Асафа, который, как и Давид, был начальником составленного им хора, прекрасным музыкантом, поэтом, певцом и пророком. До этой песни, как я сказал, Давид сам исполнял все написанные им песни, но после этого он передал. Что же произошло? Почему он передал? Что в его жизни произошло? Дело в том, что мелодии или жанр музыки, составленной им, обладали такими невероятными, сверхъестественными вдохновениями и силой, что когда он пел и играл на гуслях или каком-нибудь другом музыкальном инструменте, то своей игрой он буквально активизировал присутствие Святого Духа и в буквальном смысле слова отпугивал бесов. И написана эта песня в честь установления в городе Давидовом с киньей Давидовой, в которую он поместил ковчег завета. И первая песня, которая огласила с кинью Давидова, было исполнение именно этой песни, которую только что мы прослушали, прослушали под руководством Асафа. Таким образом, впервые в этой песне Давид символически был представлен прообразом Христа, где не он представлял эту песню, а его песню за него представлял кто-то другой. В то время как Асаф символизировал или был представлен прообразом Святого Духа, который берет откровения Христа и передает их церкви, то есть хору. А хор также впервые именно в этой песне символически был представлен прообразом тела Христова, прообразом Церкви Христовой. Иоанна 16,7 Иисус говорит, «Но я истину говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Далее он говорит об этом утешили, святом Духе, что он от моего возьмет и вам возвестит. А посему любые наши попытки выйти из-под проклятия нищеты и болезни в сферу благословений за счет молитв, постов и правильных исповеданий немыслимы и невозможны без зависимости от Святого Духа и органической причастности к телу Христову. Если человек родился свыше, но не принял Святого Духа или приняв Святой Дух, огорчает его и не слышит его голоса в повелениях Слова Божия, не превращает себя к церкви, он не повинуется голосу Святого Духа в своем духе. Такой человек так и останется в зависимости от проклятия, которое он унаследовал от суетной жизни отцов. Поэтому, когда эта песня поется, хвалить Господа, искать Его лица, то есть практически здесь идет исполнение воли Божией. Писание говорит, когда мы хвалим Бога с пустыми руками, эта хвала не воспринимается. Мы не можем приходить пред лицо Его с пустыми руками. Он говорит, не являйтесь пред лицо Мое с пустыми руками. А здесь говорится, входить пред лицо Его, искать этого лица. Мы не можем искать этого лица, если мы не отдаем нечто в этих руках. И Бог сказал, что следует приносить в этих руках. Он не говорит, я прошу, чтобы ты принес мне все. Но Он говорит, что десятина, которую мы приносим, представляет все. Потому что именно формат десятины представляет все, буквально все. Так Бог захотел, это Бог заключил это в формат десятины. Человек говорит, нет, все это все. А Бог говорит, нет, я все заключаю в формат десятины. Когда вы отдаете десятину, в этой десятине вы отдаете самого себя и все. Потому что вы признаете над собою практически Бога царем. Когда же вы не подчиняетесь формату десятины и говорите, сколько хочу, я буду больше. Ты можешь больше, но и это больше. Бог заключает формат десятины. Это начаток. И поэтому следует понять, что Бог – это царь, а не какая-то простая личность. И поэтому как царю, Ему первому всегда отдается эта часть, которая чтит Его как царя, как небесного Отца. Поэтому мы с вами в нашем словословии поиски Бога будем приносить наши дары. Или то, что принадлежит Богу, но находится в нашем распоряжении. И этим самым мы сможем войти во дворы Божьи, войти пред Его лицо и открыть путь к наследственному уделу, который Бог завещал Авраму и который постоянно клялся Исааку, Иакову, что Он даст нам этого удела. Я верю, как я сказал, что согласно Писанию, прежде чем Бог восхитит свой народ, свою церковь, то святые, входящие в состав категории невесты, будут настолько освобождены от нищеты и долгов, что они станут настолько богатыми и будут владеть этим богатством, а не богатство будет ими владеть. Они будут господами этого богатства. Появится необыкновенная мудрость в то время, когда весь мир будет содрогаться в конвульсиях, ужасах и страхах от вот этой разрушающейся экономической системы. А также все те, которые называют себя христианами, но не чтили Бога, отказывались чтить, признавать в Нем. Они говорили языком «Бог наш», но в то же время отказывались Его чтить как Небесного Отца и как Царя в Десятинах и Приношениях. Они как раз, если даже и были до этого богатыми, то к этому времени обанкротятся. Поэтому мы сейчас встанем вместе и будем служить Господу, поклоняться Ему в Десятинах и Приношениях, и будем петь песню «Я в бессмертии иду, наступая на зло». Несмотря на то, что вы знаете этот принцип, тем не менее я не устану его напоминать. Всякий раз Израиль, принося Десятины Приношения в Дом Божий, обязан был по откровению от Бога через Моисея возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать при этом одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, «Я отделил Десятины от Дома Моего и принес в Твой дом, чтобы в Доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Благослови вас, Господь.